Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим о позитивном мышлении, хотя на самом деле негативное мышление, по сути, присутствует, конечно же, но вот когда я живу, то у меня присутствует именно позитивное мышление. Я заметил, почему это происходит. То есть это происходит почему? Потому что я хочу позитивно общаться с людьми, и хочу, чтобы другие люди тоже общались со мной позитивно. Что же такое вообще позитивное мышление? Это когда вы относитесь дружелюбно к себе, к другим, вообще к пространству, к миру в целом. То есть дружелюбие – это когда вы хотите общаться, хотите общаться с любовью, с радостью, когда вам хорошо от общения. Позитивное мышление заключается в том, что вы создаете суждения, которые позитивные, то есть хорошие, которые направлены на выживание. И это суждение может быть «у меня все хорошо, у моих друзей все хорошо, мои друзья радостные, я радостен, я получаю от жизни удовольствие, я помогаю другим людям, я взаимодействую так, что людям хорошо со мной». То есть что такое позитивное? Это то, что приносит радость, то, что приносит удовольствие, то, что приносит больше выживания. И в данном случае не только выживание себе, но и другим людям. Поэтому когда вы видите какие-то негативные постулаты, когда человек говорит «ой, у меня все плохо, правительство плохое, у нас мало денег, у меня нет времени» и начинает молоть вот такую вот чепуху, посмотрите, почему это происходит. Вероятно, человек находится просто в таком состоянии, когда ему вот такие суждения хочется выдавать. Все зависит от его эмоционального положения на шкале ТОНОВ. Если человек находится на шкале ТОНОВ в состоянии антагонизма, гнева, страха, горя или апатии, то, конечно же, он будет выдавать такие суждения. А если человек находится, например, в состоянии радости, энтузиазма, воодушевления, конечно, он будет выдавать совершенно другие суждения, он будет светиться этим. И вот мои видео, они, конечно, больше не то, чтобы обучающие, они скорее передающие мое состояние. То есть потому что, когда я нахожусь в хорошем состоянии, я могу это состояние передать. Но за словами, которые я говорю, стоит нечто большее, стоит вот именно это состояние, концепт. То есть концепт позитивного состояния. И когда, допустим, человек попадает в мое пространство, он чувствует это состояние. И он может его настолько почувствовать, что захочет присоединиться к нему, присоединиться ко мне и выбрать меня своим проводником. То есть распознает и пригласит меня. И тогда это будет корректное взаимодействие. Почему я об этом говорю? Потому что в мире очень много разных людей. И мы зачастую некорректно взаимодействуем с друг другом. Корректным же взаимодействием будет тогда, когда мы объединяемся на основе понимания, когда мы чувствуем друг друга и понимаем, что вот нам в данный момент лучше объединиться и действовать вместе. Потом может прийти момент, когда мы почувствуем, что все, больше это не нужно, и мы разъединимся и пойдем своим путем. Вот это чувствование, оно очень важно. И оно рождается из чего? Из нашей осознанности. То есть когда мы понимаем, что происходит, когда мы чувствуем, что вот так сделать правильно, а так нет. И опять же возвращаясь к состоянию. То есть когда человек находится в состоянии воодушевления, радости, энтузиазма, у него это приходит как само собой. То есть он чувствует, что сделать правильно, а что делать неправильно. Соответственно, он делает те вещи, которые идут на благо ему и его близким, его друзьям и в целом всему человечеству. Поэтому, друзья, моя цель это передать, что изменения возможны. Когда у вас плохое состояние, его можно улучшить. То есть это не значит, что надо идти там, не знаю, выпить с друзьями или принять какие-то вещества, или там, не знаю, заняться сексом, или покурить, или еще что-то. Нет, в этом вообще нет необходимости. Цель в том, не в том, чтобы отвлечься или подавить эти ощущения, а в том, чтобы понять, откуда они возникают. Понять это можно как раз путем медитации, процессинга, погружения в себя. Я помогаю человеку погрузиться в себя и найти, а что его, ну скажем так, выводит из себя, что его раздражает или приводит в состояние подавленности, гнева, апатии. И мы идем глубже, глубже и выходим на самые ранние моменты этого. То есть когда это произошло. Будь это раннее детство, или моменты зачатия, или моменты прошлых жизней. То есть это все записывается, можно сказать, просто полностью. Вы это сможете обнаружить. И самое главное, вы сможете убрать это. То есть убрать не воспоминания, а убрать негативный заряд, боль вот эту, вот это подавление, которое там есть. И когда вы это убрали, у вас появляется вдохновение, у вас появляется радость и счастье. То есть и вы можете мыслить позитивно, не потому что вам надо создавать каждый день просто аффирмации или позитивные суждения. А, я хороший, у меня все хорошо, у меня много денег, у меня много времени. Нет. Сначала надо очистить пространство, очистить свой ум, сделать его чистым, и только тогда создавать позитивные суждения. И тогда у вас позитивное мировоззрение, позитивное мышление придет само собой. Вам не надо будет даже его как-то специально создавать. Оно просто будет у вас, потому что это будет частью вас. Если вам эта тема интересна, то пишите мне в личные сообщения, в любой соцсети все мои контакты указаны под этим видео, в комментариях, точнее в описании. А в комментариях вы можете указать, как вы справляетесь, когда у вас ухудшается состояние, и что вы делаете, чтобы вернуть себе вот это позитивное состояние, позитивное мировоззрение. И, конечно же, ставьте отметку нравится, палец вверх, если видео вам понравилось, колокольчик для напоминания о том, что будут выходить новые видео, вы тогда будете получать напоминания, и поделитесь видео с друзьями, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделаете, не сделали. И, конечно же, мы увидимся с вами завтра, я выложу следующее видео, поэтому до скорой встречи, друзья, всего вам наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok